добрый день уважаемые зрители и слушатели с вами канал геоэнергетика инфо и я борис марсанкевич сегодня традиционная встреча для людей которые будут пытаться делать серьезные лица у нас в гостях эксперт в области энергетики из города киева валентин землянский валентин добрый день приветствую здравствуйте друзья у меня есть неожиданное предложение прежде чем мы перейдем ко всяческим юмористическим вещам я напомню что в предыдущей передаче мы оттолкнулись от заявления министерства промышленности энергетики нет промышленности экономики экономики энергетики германии которая внезапно дала оценку в проекту северный поток 2 с точки зрения рисков и безопасности для газового снабжения германии и европейского союза и тогда мы еще достаточно неожиданно к этому отнеслись поскольку ну внезапно было как бы нарушен орден их не было запроса со стороны федерального сетевого агентства вдруг министерство энергетики выдала вот такое я настолько удивился тому что германия был нарушен орден их что попробовал в режиме колобка провести небольшое расследование чтобы это значило заявление напомню было сделано 26 октября сего года в после рабочее время были мысли по поводу того что это было сделано уходящим правительством для того чтобы невозможно было отыграть назад с проектом северного потока 2 отчасти это справедливо но только отчасти на 10 дней раньше заявление распространила немецкое энергетическое агентство которое считает что для стабильности функционирования энергетической системы и германии необходимо строительство дополнительных 15 гигаватт мощностей газовых электростанций это для разминки как выяснилось еще через два дня 22 был опубликован была опубликована программа бд и программа бд и исходит из того что угольная генерация электроэнергии прекратится в германии в тридцатом году в это же время из-за форсированной электрификации самых разных сфер резко возрастет спрос на электроэнергию чтобы его удовлетворить предлагается первым делом удвоить темпы ввода в строй установок по использованию ве с нынешних 7 гигаватт в год до 14 гигаватт в год цель состоит в том чтобы 30 году довести суммарные мощности фото вальтаике солнечных электростанций до 140 гигаватт ветровой энергетики на суше где-то 98 гигаватт ветропарков на море до 28 гигаватт после этого я конечно решил что дальше читать не буду но в следующем абзаце для стабилизации энергоснабжения до 2030 года необходимо увеличить мощности газовых электростанций в германии на 43 гигаватта для сравнения в исследовании указывается что в 2019 году все немецкие газовые теплоэлектростанции обладали суммарной мощностью 31 гигаватт задача состоит в том чтобы за оставшиеся 9 лет увеличить генерирующий мощности более чем в два раза до 74 гигаватт это исследование бд и 27 октября то есть на следующий день после публикации заявления министерства экономики и энергетики германии олаф шольц выступил на собрание профсоюзов общее собрание профсоюзов химической промышленности и горной промышленности то есть профсоюзу за существование которого отвечает тот самый бд и профсоюз айджи бц и объединяющий работников горнодобывающей химической промышленности а также энергетики где он слово в слово подтвердил выводы сделаны сделаны в программном исследовании союза промышленников предпринимателей германия возражений со стороны партии зеленых не последовал возражений со стороны всех остальных немецких партий претендующих на участие в коллекционном правительстве тоже не последовал вот из цитат я вижу в таких электростанциях предпосылку успешного перехода германия настроена использовать газ еще длительное время то есть это не разовое строительство нескольких газовых электростанций удвоение мощности по газу это более чем серьезный шаг это действительно такую глобальная перестройка всей энергетики германии напомню что на день сегодняшний 26 процентов генерации это уголь то есть союз промышленников предпринимателей германии уж так условно перевел для себя не отказывается не настаивает на том что правительство отказалась от идеи закрыть атомные электростанции закрыть угольные электростанции просто предлагает с 31 гигаватта угольных газовых мощностей дойти до 74 если последовательно что получается сначала доклад бды и союза промышленников предпринимателей потом заявление министерства экономики и энергетики и после этого программная речь шульца поддержанная своим молчанием партии зеленых вот теперь все становится на свои места с учетом вот такой подготовки понятно почему министерство экономики и энергетики решилась на нарушение ордунга и понятно что это была подготовка собственно говоря выступление господина шульца на заседание профсоюзов вот теперь все на своих местах вот следствие просто следствие колбаки 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 доклад закончен не давай на из тут как бы очень было очень много цифр я пытался по ходу уловить пока вот ты ты все об этом говорил и найти установленную мощность электростанции в германии вот нашел пока восемнадцатый год это двести двадцать девять гигаватт с учетом угольных мощностей с учетом газа все вместе да смотри ты же просто начал говорить когда бостонское исследование там речь шла как раз об объеме генерации сначала зеленой ну сначала зеленая а потом они подхватили еще и рост газ я поэтому пытался понять а насколько же увеличится вообще ну планируется увеличение потребления соответственно количество установленных мощностей то есть если у двести двадцать девять гигаватт исходя из того что ты там прочитал это почти столько же еще как бы зеленой генерации приблизительно до столько же но с учетом существующей не менее я вот сейчас просто за цифру зацепился почему это к существующим существующим с учетом моих глубинных познаний в немецком языке я конечно это исследование продолжу для того чтобы разобраться именно в цифрах вроде специализировался на эстонском я еще разговариваю по английски со словарем с людьми стесняюсь вот я предлагаю сегодня остановиться вот на двух цифрах на девятнадцатый год то есть на до пандемический уровень генерация газовых мощностей 31 гигаватт 2030 году планируется 43 гигаватт вот этих цифр достаточно для того чтобы не зацикливаться на солнечных ветряных электростанциях это уже личное дело германия тут никакого так скажем международного влияния быть не может по определению это не уже сама 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 а вот то что касается не только отношение германии и россии понятно что более чем двукратное увеличение газовых мощностей это точно повлияет на отношении россии и германии но и соответственно определенное влияние окажет на весь европейский союз потому что на день сегодняшняя германия является крупнейшим потребителем российского газа чуть более 50 процентов объемов которые германии импортируют это газ именно российский и с учетом вот этого заявления сначала союза промышленников предпринимателей потом будущего канцера который со дня на день я так понимаю намерен вступить в эту должность становится понятно почему настолько упорно ангела меркель сопротивлялась любым попыткам остановить реализацию северного потока 2 слушай ну по моему было абсолютно изначально понятно что в северный реализация северного потока 2 но это просто вопрос времени и денег которые могут потерять европейские потребителей которые заработают газпром и другие там поставщики там те же норвежские да и компания компания работающие на европейском рынке меркель выступала всегда за это северный поток но никогда не раскрывала конечных целей для чего именно германия нужен были самые разные предположения действительно 1 октября начались торги на новые газовые биржи на новом газовом споте как как он там называется за состоялось объединение двух спотов внутри германии теперь нет отдельного спотового рынка спотовой площадки для торговли голландским газом низкокалорийным две площадки было и 2 для норвежского и российского с повышенной теплотворностью теперь все это объедено теперь это тх и трейдхаб европ и одна из мыслей было что с учетом предстоящего в следующем году полная полного прекращения добычи на гронингене это так скажем шаг конкурентной борьбе с титеев по понятным причинам газ который не будет добываться на гронингене он уйдет с ттф газ который придет по северному потоку 2 придет на тх и соответственно борьба за влияние на ценовом на ценовые уровни газа в северной европе как минимум теперь становится все намного понятнее и отчетливее вряд ли этот газ будет даже добираться до биржи потому что при таких запросах удвоить газовую генерацию я думаю что можно считать что весь газ который придет по северному потоку 2 свое предназначение уже обрел прямо у нас на глазах сушно ты вот да буквально тут пару дней назад вспоминала относительно целевой модели газового рынка тоже получается очередной удар как бы по по зонированию европы энергетическому зонированию европы в целом по энергетическому законодательству я вот сейчас то о чем ты говоришь я рассматриваю как раз в логике то о чем то есть важнее о чем сказал ты гришь вот меркель не сказала конечной цели важнее когда ты слушаешь дипломата не что он сказал а что он не сказал вот мне вот мне кажется что здесь помимо финансовой составляющей экономической давай назовем она так развитие немецкой экономики здесь же речь идет еще и пересмотре ну хорошо пока это еще не правило это нормы да но пересмотр пересмотр норму третьего энергопакета о чем в принципе зазвучало сразу после резкого роста в сентябре цен на биржах мы уже слышали такие это не прямые были заявления но вот тональность звучала что что-то в датском королевстве работает не так и давайте это поменяем вот ты не думаешь что это подтолкнет так сказать европейское лобби в первую очередь промышленное лобби поддавить евро чиновников для того чтобы соотнести их зеленые фантазии с теми реалиями которые есть на европейском рынке с коричневой действительностью коричневой действительности европейского энергетического рынка ох что там в цветах тут путаемся на самом деле ведь смотри для того чтобы вот это программное выступление союза промышленников предпринимателей господина шульца начала превращаться в реальность должны появиться конкретные планы у конкретной компании по строительству вот этих новых газовых электростанций тем более что докладе там слава богу 300 страниц будет легко изучить хороший классический немецкий язык большие перспективы впереди говорится о том что союз промышленников предпринимателя предлагает строить новые газовые электростанции сразу за счетом того что они же могут работать на смеси метана и водорода то есть они не отказываются и от реализации водородной программы сразу же под этот доклад появилось заявление компании сименс что она готова разработать такие технологии то есть новые газовые электростанции строить тех местах где планируются либо поставки водорода либо производства водорода ну давай не забывать сименс двадцать третьему году если верить заявлению ее директора сделанному года три назад сименс двадцать третьему году должна стопроцентно локализовать свое производство на территории россии такте а посажек такой еще но это уже следующий вопрос также как соглашение такие коммунике подписаны газпромом с основными немецкими партнерами с винтерс холода из юнипер о совместных разработках именно водородной программе как бы все все более менее понятно тем не менее что касается надо ли будет пересматривать целевую модель европейского газового рынка зависит от того какие именно компании будут строить новые электростанции если соблюдать целевую модель то никто не мешает но владельцу новых электростанций газ покупать как и написано на спуте спут называется трейдхаб европ расположен в германии отрегулировать участие всех желающих в торгах на этом хабе это действительно вполне возможно в рамках действующего законодательства германии например ограничить только участниками реального сектора экономики на этом дело и закончить ну и разумеется коммунальное хозяйство потому что коммунальное хозяйство германии всегда были участниками спутового рынка даже до введения третьего энергопакета для них то было просто просто удобно то есть ответ на долгосрочные контракты газовых компаний с газпромом 15-летний 20-летний 25-летний в исполнении тех же австрийцев муниципальное хозяйство подписывали пяти семилетние контракты на хранение газа и соответственно его поставки по распределительным сетям это им это было удобно почему 5-7 лет потому что позволяет нивелировать годовые колебания зависящие от температуры и так далее и так далее они всегда пользовались но они никогда не абсолютизировали спутовый рынок я думаю что если германия вернется вот к этому варианту который действовал до третьего энергопакета да спутовый рынок есть все им пользуются всем он удобен но он не является местом где могут прилагать усилия финансовые спекулянты все в таком случае спутовый рынок самой германии несет ту функцию которая собственно и требовалось более или менее регулирует уровень цен и так далее и так далее то есть возвращение на круги своя при этом соблюдение всех модных слов которые любят говорить в европейской эмиссии но тогда становится понятно заявление как бы баварии по поводу премьер-министра баварии причем интересно его продублировали даже дважды то есть сначала со ссылкой на газету биль ты вот буквально вчера снова по сути дела то же самое заявление нам нужен ценовой тормоз на зиму газовая стратегия которая обеспечит германию поставками поставками топлива к этому в том числе относится вот в эксплуатацию северного потока 2 вот как бы это такая жирная точка под той программы которую ты сейчас обрисовал но и собственно логи логика действий немецкого правительства мне кажется так так вот теперь логика появляется я надеюсь что я тебя удивил будет о чем подумать на досуге но и паду и подумать и почитать не но мы что-то очень серьезно начали сейчас все подумал хорошо хорошо мы с тобой умные понимаешь и перестанут хорошо тогда давай я расскажу о том как дойче вилле прокомментировал вот это программное выступление шольца заявление дойче вилле после в случае реализации программы заявлены шольцем против которой они не возражают партии зеленых большие перспективы появляются у основного газового партнера германии компании новотек опа начинается вот я считаю что так вот для кого строили терминал по просьбе трампа правда его так и не построили но до него лишь точно знает кто главный газовый партнер германии новотек который германии ничего не поставляет но главный газовый партнер прекрасно не проходя в сознание журналисты дойче вилле продолжают свою работу терминал терминал то есть как бы ну другие другие не только не построен другие терминалы есть загружать надо германия обещала вот будет загружать но как как же по-другому я надеюсь что леонид михельсон тоже читает дойче вилле у него теперь хорошее настроение обеспечено на ближайшие пару лет ну да он теперь он теперь знает кто его кто его основной партнер но давай так этот не все так благожелательно это относится к происходящему у нас наша как это на украине говорят наша песня горнанова понимаешь то есть вот у дания дания опять сказала что северный поток 2 и не буду я с ним дружить заметь я постоянно помню о том что ты находишься в условиях экстремальной демократии экстремальной демократии поэтому никаких грубых намеков вот только микрофон появился теплого лампового цвета крайне тонкий на мой взгляд намек на то что отопительный сезон на украине должен вот-вот начаться несмотря на то что у вас все еще тепло и вам всем еще просто хорошо и замечательно но может он тебя теплый ламповый но у меня цветопередача красно-черная то ты на правый сектор намекаешь это уже пошел мне важнее вот то есть я как бы по поводу собственного следствия рассказал теперь давай переходить к новостям недели а то мы действительно как стали слишком серьезными мы недель неделю подумаем что что означают все заявления сделанные немецкими промышленниками в первую очередь потом на самом деле шульца огласил программу немецких промышленников не на неделе обещает похолодания поэтому я думаю что красная неделя она все начнет проявляться потому что в принципе недель это характеризовалась во-первых стабилизации на спотовых рынках давай исходить из этого то есть колебания там амплитуда очень сильно сократилась 850 900 долларов в этом коридоре как бы шли торги но это уже похоже на торги а не на сумасшествие когда вот какие-то рамки устанавливаются не ну когда нету понятно скачков на 10 раз да то есть там с 1000 до 2 назад но при этом надо помнить что такой уровень цен я не помню в европе по моему такого никогда не было поднималась за 500 до 600 но чтобы вот такую стоящую было я могу тебе сказать я просто очень хорошо помню этот период потому что мне довелось тогда работать нафтогазе это когда за тимошенко заключала контракт 2009 года тогда для определения формулы что за что ей потом пеняли вот все оставшиеся время за что она даже благополучно отсидела в качестве базовой цены взяли цену в италии в августе 2008 года это было 450 долларов за 1000 кубических метров вот это этот момент был но почему-то я в переговорах не участвовал почему так я тебе не готов сказать но вот взяли такую цену в качестве базовой как бы для уже уже закончившего почившего в бозе контракта ну то есть если мы говорим о ценах то максимальная цена это был август 2008 года италия 450 долларов а сейчас 450 для молдавии это за счастье турбопатриоты в россии заявляют что газпром прогнулся под молдавию нет но по-моему как бы вот как раз контракт с газпромом придал ускорее ускорение политической верхушки молдавии как раз в турбо режиме они закрутились понимаешь и переобуваясь мне казалось что они после того как продлили договор должны были на недельку там с молдавским вином пообщаться уйти или или понимаешь они очень плотно пообщались как бы спустились в погреба потому что тут кто-то сунул в нос микрофон кто-то задал вопрос так что же вы думаете по поводу контрактов президент санду тут же поблагодарила соединенные штаты за подписание контракта с газпромом ты расскажи пожалуйста может я чего не знаю влияние вашингтона на политику газпрома в ближнем зарубежье в восточной европе но вот я не совсем понял вот этот вот пассаж который был потом еще до дополнен тем что знаете в наше участие в крымской платформе которую организовывал зеленский никак не отразилось на переговорах с газпромом вот вот борис никакой политики говорю исключительно в энергетике то есть как ее заворачивают на на сегодняшний день информационно назад я думал что по поводу общения с молдавским вином я пошутил нет ты не пошутил все оказалось гораздо все гораздо гораздо не она был подожди даже госдума реагировала на это то есть была реакция на на ее заявление когда она сказала что переговоры с газпромом это была жесткая игра россии в условиях кризиса на газовом рынке аномально высоких высоких цен на топливо а потом уже пошла благодарность шай потом как бы пошло заявление по поводу крымской платформы я вот я не понял адресат ну если с вашингтоном понятно вот адресат мы заключили контракт более того еще не урегулирована финансовая сторона с задолженностью 700 миллионов то есть там договорились проводить аудит как-то реструктуризировать эту задолженность и ты со своими же контрагентами я просто вот знаешь называется давайте как-то может опыт перенимать вот украинским переговорщикам то есть только до чего-то договорились и тут же плюнули в спину или это вот дивный новый мир и это каноны новой новой политики новой дипломатии как в последнее время перестал следить за многими какими-то политическими подробностями в молдавии прямые выборы президента или его выбирает парламент вот по-моему не готов тебя сказать врать не буду не помню что в том случае если выбирают парламент госпожа сам для имеет полную возможность говорить что угодно где угодно и когда угодно реальное влияние на поле на политику на экономику оказывается исключительно премьер-министр президент требуется для того чтобы вручать медали подписывать документы новому послам и так далее я следил за тем что там происходит в реальности там планируется двукратное увеличение тарифов на газ для населения вот то есть молдавия познакомилась с реальностью этого мира не ассоциация европейская еще с чем-то с тем вот как как жить дальше потому что если по действующему контракту до октября ставка была по моему районе 120 долларов то сейчас вот это практически четырехкратное увеличение тарифа вот мы приземлились вот теперь надо сидя на твердой земле ушибленным копчиком смотрите на то что на тот результат который дает работа политиков государства вот до чего довели вот теперь с этим ознакомьтесь а поскольку фарш невозможно провернуть назад ну госпожа санту вольна одни на самом деле что в этом газовом контракте зависит соглашение об аудите в образовавшейся задолженности не с ней это работа в министерстве финансов и соответственно молдова газ и газпрома соглашение о поставках это опять молдова газ и сетевой регулятор которому предстоит выводить новые тарифы то есть госпожа санту независимо настолько что дальше некуда от нее точно ничего не зависит поэтому она вольна произносить любые звуки посмотрел пока мы с тобой общались у них было изменение в шестнадцатом году то есть до этого президент избирался парламентом а вот шестнадцатого года прямое тайное голосование так что у них я так понимаешь президентско-парламентский вариант вам президентская республика поэтому она вполне вполне официальное лицо я имею ввиду с точки зрения заявлений которые она делает и последствия но на подписанные документы и и заявление ведь никак не влияет контракт продлён долг признан необходимость проведения аудита признано работаем а госпожа санту занимается своей работой она говорит слушай ну это же не последний отопительный сезон ну давай объективно еще как бы тут как ситуация с украиной вот для меня например загадка как будет проходить этот загадка но тут такая загадка напополам то есть мне интересно как интересно эмпирическим путем буду проверять на вот как работает украинская сезон энергосистема в условиях кризиса после нового года то есть это будет понятно там с январями с конца января месяца то следующие отопительные сезоны молдове точно также придется к нему готовить а они же там заявили еще что неплохо что-то вспомнить о хранилищах я не исключаю что они еще будут обращаться к украине по поводу если денег конечно найдут по поводу закачки газа для сколько сколько для молдовы три миллиарда кубов потребления я думаю что миллиард они вполне могут украинских хранилищах в регионе не еще более удобного нету с учетом географической близости так тут как бы логика подсказывает что в львовскую область тем шагом марш нет так вот пожалуйста если мы с тобой говорили не в логике политического противостояния в логике взаимодействия ну вот вам первый вы же когда президент путин сказал по поводу того что ищите контрагентов и газпром в принципе то же самое сказал вот вам первый контрагент в лице молдова маршрут не поменялся кстати как и на венгрию половина объемов газа идет через украину то есть вы можете начинать предлагать свои подземные хранилища газа выслушивать претензии относительно состояния системы и соответственно делать там параллельно шаги по поиску возможных инвесторов либо там финансового сопровождения этого процесса ну мы с тобой не работая в правительствах молдовы ладно или украины вот уже нашли прекрасный прекрасный проект который можно реализовать из политически завернуть как мир дружба жвачка и счастья всем его можно даже политически вообще никак не заворачивать просто заниматься нормальным бизнесом украине хранилище есть есть молдавия газ нужно где-то хранить нужно госпому газ нужно поставлять нужно собрались на их блин да что же я опять про это молдавское вино то сильно говорю с украины закуска ну если есть тут ходят сплетни что стала вот теперь начали покупать исключительно в польше почему по моему в белоруссии закупали или белоруссии до в белоруссии по-моему закупали еще салон был это так не только в польше украина закупающий сал и закупающий уголь одновременно какие-то времена но эта проблема я хочу конечно наши народные депутаты будут спросили от слуг сколько сколько чего стоит на рынке но отчет кооперирует ценами лета до семи восьмилетней давности с полной уверенностью говорит поэтому у него у него все хорошо машина времени в действии украина каждый раз к отопительному сезону подходит в каких-то странных обстоятельствах но настолько странная как в этом году я не помню вот так было с запасами угля чтобы вот так было с запасами газа насколько я понимаю год году по газу минус 10 миллиардов кубометров да 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 минус 10 и самое главное удвоенные объемы изъятия потому что скорее всего что это ну частично уходит реэкспорт но вот таможенный склад начинают частники трусить отдавать туда в на вас на восточную европу европейские компании продают газ в европу не особо спрашивая желание владельцев хранилища у нас есть коммерческий план мы его реализуем вот деньги за аренду всем пока но я хочу сказать тут своих внутренних проблем хватает тут но я честно говоря не совсем не было не было данных но еще появилась еще одна наша пришла откуда не ждали еще одна угроза должно было состояться ведь скорее всего состоялось заседание суда киевского хозяйственного на этой неделе даже даже раньше на про на прошлой неделе 26 октября должно было состояться там рассматривался вопрос спорных 8 миллиардов кубических метров которые в свое время дочерняя компания нафтогаза у карнафта закачала в хранилище их отобрали для потребностей населения это период там с 6 по 12 по 13 годы вот два миллиарда урегулировали кубов а восемь миллиардов были не урегулированы и вот опять девиз сегодняшнего выпуска наша песня горна нова на вот перед началом отопительного сезона как раз вот этим надо заниматься да но мы же понимаем укрнафта входит орбиту господин коломойского как бы в круг интересов в сферу интересов на вот соответственно я так понимаю выставляется позиция для торгов ничего заседания я не нашел но в реестре пока нету никаких данных то есть по слухам как мне так сказать в кулуарах депутаты нашептали что вроде бы как заседание состоялось и там какое-то решение промежуточное не окончательно оно принято и принято в пользу укрнафты что эти объемы надо вернуть вот как это будет происходить в условиях того что 8 миллиардов это по сути дела весь объем которым располагает нафтогаз на этот отопительный сезон но я имею ввиду газа которым он может реально распоряжаться физически на вот ну то есть кому война кому мать родна то есть кому кризис заполненности хранилищ в отопительный сезон а кому повод так сказать получить на максимуме получить отступные от украинского правительства государства не ну на самом деле там компромиссы в виде какого-нибудь календарного графика погашения тоже возможно понятно что можно не нужно создать естественно что никто 8 миллиардов не вытащит но а руки-то по выкручивать это святое дело получить какую компенсацию предоплату это бог его за еще а что с углем по углу тут у нас эпопея с углом ну ты что мы же возобновили 25 процентами запасов от нормативных показателей украина по моему не разу не бывает такую новинку знаешь надо посмотреть но это очень очень давние архивы я боюсь даже корифеи отрасли они не 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 помнят это было в 90-х я знаю просто наслышан я не готов оперировать цифрами то есть когда здесь в украине действительно были верные отключения работали с колес это было но тогда была собственная добыча угля то есть это не зависели от импорта это был вопрос просто стабилизации добычи вот давай напомним украина выходила с добычей валовая угля революционный четырнадцатый год это было 82 миллиона тонн страшно сказать то есть там товарной продукции было 40 и соответственно даже вот эти проекты регазификации реализовывались мы вспоминали уже эту историю то есть еще раз цифру фиксируем 40 миллионов тонн на сегодняшний день на складах вот было пятьсот тридцать восемь в середине недели как они тысяч тысяч тонн пятьсот тридцать восемь тысяч тонн причем там разбивка не в пользу антрацита там разбивка в пользу газового потому что все антрацитовые шахты находятся на территории ордло и соответственно туда оттуда они не поставляются вследствие блокады введенной еще при петре алексеевича вот этот мораторий который украшен крайне разумен конечно позволяет закручивать какие-то серые схемы не очень позволяет проходить отопительный сезон не потея от того что сильно нервничаешь но мне кажется что знаешь этот мораторий он сопоставим как вот мы отказались покупать по прямым контрактам газпромовский газ вот точно также мы отказались от закупки угля в донецке и луганске по той простой причине что это тоже было прямые операции там негде было реверснуть понимаешь ну то есть есть шахты да они на неподконтрольных территориях это спорная история но вся финансовая деятельность подконтрольна киеву уплата налогов подконтрольна киеву то есть люди обеспечивались работой взамен украина получала уголь и налоги и налоги ну то есть зарплаты выплачивались на карточке тоже как бы никаких вопросов ни у кого ни у кого это не возникало но я так понимаю очень хотелось заработать самая открытая и видная была схема таратарадам плюс абсолютно понятно самая закрытая это игры на фондовых рынках то есть когда сначала мы резко понижаем стоимость акций той или иной компании а потом они вдруг резко начинают расти но мы же понимаем тему тем кому это интересно они они за этим внимательно следили и не остались поэтому мы в состоянии 500 тысяч тонн давай брать для ровные цифры на складах выступал министр энергетики в эту пятницу в верховной ради пообещал что еще 500 тысяч придет 560 придет импорта в ноябре месяце из которых 200 тысяч государственных и 200 360 это компания детек для своих тепловых электростанций но сбой уже был то есть тут взаимные обвинения пошли то есть побросались друг в друга укрэнерго и детек на вот относительно того чтобы выходили из строя тепловые блоки и соответственно возникла нехватка и пришлось обращаться к белорусскому диктатору 500 мегаватт аварийной помощи запросил аварийная помощь и кстати о цене никто не говорит аварийная помощь обычно по аварийным ценам но они должны должны быть прописаны красивые слова лукашенко о помощи братскому славянскому народу но я когда вижу про аварийные поставки я помню про аварийную цену любой каприз за ваши деньги мы спасем вас от чего угодно мы готовы прийти на выручку если вы не можете обеспеченную выручку мы не придем ну подожди давай сходить у нас было достаточно но на этой неделе было достаточно теплая погода это еще не зима от слова совсем и даже не глубокая осень то есть доходило до 18 градусов тепла вот буквально позавчера поэтому вот уже сейчас мы заговорили об аварийной помощи и в принципе вопрос импорта тоже уже как я понимаю не обсуждается просто страшно сказать я так понимаю власти что без импорта зиму пройти будет практически невозможно давай посчитаем 70 тысяч тонн угля это суточная суточная сработка несложно 500 тысяч на складах 500 тысяч импорта и миллион добычи по ноябрю мы выходим на 2 миллиона с учетом вместе со складами то есть при сработке в 70 тысяч до в течение месяца мы уже перебрали 100 тысяч тонн как минимум причем это это сработка плюс 10 плюс 15 до за при минус 10 минус 15 так что я не очень понимаю ну вот прошедшие аукцион на входные мощности электропередач из россии из белоруссии прошел до реальных поставок судя по всему дошло только с белоруссии причем в каких-то минимальных объемах я правильно понимаю да да выходные мощности выкуплено переговоры с белой энерго из соответственно с интернета пока еще не прошли 5 мегаватт вот там говорили но это же для разминки для разминки да не более но сейчас вот опять очередное удивительное совпадение в россии было семь дней выходных по случаю локдауна на украине было семь дней теплых по случаю того что грета тумберг показалась в телевизоре сразу потеплела вот сейчас заканчивается неделя выходных очевидно судя по правым по прогнозам на украине температура будет понижаться сейчас время садится за стол переговоров как в минске так в москве я так понимаю что без перетоков из россии из белоруссии избежать верных отключений в случае морозов ну просто логика подсказывает что нельзя при такой недостаточе газа при такой недостаточа угля без вот этой подпитки со стороны двух диктаторов у вас вряд ли получится но здесь надо еще будет смотреть какова ситуация с газом потому что в начале недели оператор сказал что сократились объемы транзита до пятидесяти семи миллионов кубов в сутки против 86 в октябре и 109 контрактных из газпром продолжает оплачивать как бы транспортную работу но сам газ сократился вдвое физический объем ну что естественно ставят под вопросы вот эту широко известную схему виртуального реверса соответственно ставят вопрос дальнейшей даже при сегодняшних ценах просто физической закупки газа уже вопрос не цены вопрос а где его взять физически потому что напрямую из европы брать его пока не получается я пока не увидел никаких заявлений относительно загрузки трансбалканского газопровода то есть южное направление так и продолжает оставаться весьма перспективным как как его характеризовал господин макагон еще в январе двадцатого года ну давай так вот в россии конечно сегодняшний день 7 ноября праздничным перестали считать достаточно давно но есть два человека в россии которые предложили все европе вспомнить про этот день замечательно после 7 ноября господин макагон должен начать поставку газа в европейские газовые хранилища если уж отмечать 7 ноября так всем миром всем народом кто-то этот намек не услышал но имеющий уши да услышит с бывшим праздничком спасибо взаимно тут даже у нас статейка появилась перепечатка американская с днем рождения карл маркс ты был прав понимаешь росте социалистических очень левых настроений как в западной европе так и в кстати в youtube сегменте российской федерации вспомнили бэт комедиана и же с ними которые так сказать активно активно поддерживают историческое наследие советского союза а вот так вот лучше всех конечно поддержал наследие большевиков видно деятель коммунистической партии российской федерации товарищ лошкин надо дать ему должен он заставил в предпраздничные дни поговорить и коммунистической партии россии молодец это я по поводу левых нас это вам в общество защиты животных да я думаю что сейчас коммунистическая партия российской федерации станет главным защитником по голове лосей но тем не менее на самом деле вот эта неделя была действительно полу спячей в связи с выходными если с тем что синоптики нам пообещали теплую неделю как ни странно в их прогноз сбылся самое интересное наверняка начинается сейчас в соответствии с тем обещанием который господин миллер дал путину до 7 ноября должны были закончиться все поставки в подземное хранилище на территории самой россии вот теперь должно начаться самое интересное мы должны увидеть в каком темпе в какой последовательности газпром начнет заполнять свои газовые хранилища на территории европы и какие транзитные мощности будут для этого использоваться если речь идет допустим о рэдоне то понятно там северный поток 1 там других вариантов нет на самом деле йогу то же самое это на той же ветке если говорить о том что в австрии не исключено что будет использоваться и газ транспортная система украины потому что хайдах тоже надо чем-то загружать турецкий поток до туда еще не дошел и турецкий поток можно будет использовать только для полной загрузки хранилищ в сербии больше на этой ветке газпромовских хранилищ нет так что мне кажется вот то что происходило на этой неделе с объемами поставок по ямала европе через газ транспортную систему украина это такое затишье перед чем-то более серьезным а кстати мы не отметили с тобой что ямал европа-то так и не запустился и продолжает там в реверсе чих пыхать вторую неделю подряд то есть чуть-чуть вот та самая неделя когда и в европе относительно тепло и гастрому надо закончить все дела по подготовке к топительному сезону в россии а вот что будет начиная с понедельника со вторника будет уже интересно потому что мы выходим из спечки дед мороз начинает там улыбаться в сторону европы так что все будет интересно я не думаю что вот эта неделя с ямал европы приключения снижения объемов поставок через втс украины это что-то на что надо обращать пристальное внимание дата которую обозначили путина и миллер наступила мы друг друга поздравили с этим будем наблюдать чтобы будет происходить начиная с понедельника вот мне так кажется так о чем мы с тобой еще не поговорили что-то мне газ уже надоел у нас же на на этой неделе было замечательно во всех отношениях события климатические сами о вот как же на него я-то пытался этот вопрос замять потому что у нас тундра горит ну из песни слова не выкинешь а у вас негров линчуют как там как там с лесами в калифорнии если так уже брать и вообще кто-нибудь считал площадь пожаров мне ну прекрасно знаешь вот эта истерия которая нагнеталась кто-нибудь раз может газ тебе надоел давай олесе как канадские лесники вот но мы же перебираем все энергетические ресурсы до 100 для европы прогаз поговорили про уголь поговорили теперь лес ну да перейдем как к биомассе никто не считал площадь пожаров к площади вообще лесов сибири это один момент а на самом деле если про лесные пожары говорить то надо говорить о турции надо говорить об австралии надо говорить о самих соединенных штатах в конце концов стихийное явление которое имеет место быть даже на родине древних греков которые куда-то исчезли теперь там современные греки живут или делают вид что живут везде горит и бокс на самом деле я пытался следить за этим сами там но так до конца для себя я не понял от чего собирались не но собрались поговорить об угле вот на раз мы с тобой об угле уже идем вот как раз они собрались поговорить об угле и что меня почему я обратил внимание на это потому что мы как обычно впереди планеты всей мы взяли на себя обязательства по поэтапному отказу от угольной энергетики там вроде 70 стран подписались 23 страны взяли новые обязательства вот и украина решила что она тоже будет отказываться от газа от угля от угля ну нам же помогает с реструктуризация нашей угольной отрасли представителя туманного альбиона имеющий большую большой опыт в этих в этих процессах трансформации верные наследники маргарет тэтчер да верные наследники маргарет тэтчер вот тут но я открыл для себя я это упустил честно скажу что у нас даже концепция оказывается есть которую будут вот бритиши поддерживать значит по созданию трех центров креативной экономики развития инфраструктуры для пяти и более индустриальных парков общей площадью 200 гектар снижению зависимости местных бюджетов от налогов угольных предприятий а также увеличению до 20 процентов доли капитальных расходов структуре местных бюджетов угольных общин все доклад закончил это вот был была цитата цитата из концепции в общем привлекли мы бы мы представители британии к этой истории при том что ну если упростить всю эту вот это словоблуде на вот то в принципе предполагается следующее значит шахты делятся категориально первая категория шахт это попытка создать на базе государственной генерации центр энерго вертикальную компанию с добычным активом ко второй это шахты двойного назначения то есть те которые добавляют энергетические коксующийся и третье это вот не ликвид то есть либо продавать либо закрывать вот либо ну очень неизвестно что с ними делать не совсем понятно у нас этих шахт после ситуации на донбассе на территории подконтрольной киеву осталось аж 35 вот 35 шахт как бы с ними вот будут будут вот таким вот образом при гуманитарной помощи британии будут их трансформировать я боюсь что если они обратятся к наследию железной леди то начнется с разгона профсоюзов любила на это дело причем не просто загнать еще законодательно закрепить запретить напрочь на самом деле вот где итоги саммита вздыхающие о том что не приехали на сами товарищ си и господин путин джо байден ну хорошо вздохнул обидели старика ну обидели на самом деле с другой стороны можно было и на путина и носить в телевизоре посмотреть с хорошим звуком а вместо этого взял на устал а давай не не я общих сил борис я тебе скажу смотри был блумберг сообщил о том что ряд угледобывающих компаний сша продали уголь который они добудут только в 2023 году вот наш ответ чем берлену на закрытие на закрытие угольной отрасли то есть весь уголь 22 года уже уверенно продан уверенно продан который будет добыть соединенных штатах так что я считаю это можно вот жирным основным по сути дела итогом вот этой конференции и и давать вот весь уголь шап продали для чего и собирались ну на самом деле вот заложенная трампом механизм он работает несмотря на наличие байдена который очень любит говорить про зеленую энергетику много слов перемирия в войне поштан между соединенными штатами китая февраля двадцатого года продолжает действовать если говорить о поставках угля в китай то после отказа покупать его в австралии понятно что напряглись все поставщики значительно увеличила поставки россия но если сравнивать с ростом поступлений угля из соединенных штатов россия не догнал штата обогнали министерство энергетики сша планируешь по имеющимся на день сегодняшним показателям видят 15 процентное увеличение объемов добычи по показателю год в год за один год так что вот слова байдена произносимой на самых разных саммитах встречах о новых зеленых потулах и все что угодно но угольчики угольная компания соединенных штатах вот работают да у них насколько я понимаю проблема с финансированием поскольку банки отказываются кредитовать все что связано с углем но ответ на ход то только что продекларировал будущее добычи 2022 года продано это значит что угольных компаний появились финансовые резервы для того чтобы наращивать добычу ставить новую технику и так далее и так я считаю что в связи с этим будет целесообразно обратиться к государственному департаменту с требованием ввести санкции против северного потока 2 абсолютно логично абсолютно логично и я бы еще начал кампанию против силы сибири 2 потому что она очень сильно повлияла на уровень цен на хенри хаби который вырос до пяти с чем-то там по моему 5,6 доллара за миллион батаре то есть в два с лишним раза выше обычного ну или почти в два раза был по разному можно считать я думаю что на это очень сильно влияет то что россия и монголия согласовали маршрут силы сибири 2 это провиски монголия санкции нет санкции не отвратимые и так далее то есть вот как бы люди собравшиеся глазга они живут в одной реальности реальная экономика планеты на совершенно другом то есть они друг другу все меньше начинают соприкасаться без интересного что там было если большая часть европейских государств и самые сами соединенные штаты говорят о том что они добьются углерода нейтральности 2050 году китай первым назвал дату две тысячи шестьдесятый был поддержан владимиром путином который заявил о две тысячи шестьдесятом годе и незадолго до начала саммита о две тысячи шестьдесятом годе как дате достижения углеродной нейтральности заявила королевство саудовской аравии и индия который как известно до сих пор не определилась она умная или красивая сотрудничает с россией ли она сотрудничает соединенными штатами она посмотрела налево там говорят про 2050 год посмотрела направо там говорят про 2060 и сделала совершенно мудрый выбор индия добьется углеродной нейтральности 2070 вот так ну догоним и перегоним слушаем у меня вот сейчас кромольная мысль и останем еще сильно и отстанем до семи будем отставать семимильными шагами у меня кромольная мысль сейчас возникла вот под конец нашей с тобой беседы слушай а под когда вот собственно на этих мероприятиях прозвучит голос разума который в принципе это то вот я не помню об этом путин на валдае говорил или на энергетической неделе мы же живем в логике и парадигмы середины прошлого века той той экономической модели которая была построена там условные 60 20 века так может быть энергопереход должен начинаться с пересмотра экономической модели ну если говорить о голосе разума вот как-то за кадром осталось то что происходило в глаз где действительно интересного от российской федерации участие в этом мероприятии приняла государственная корпорация по атомной энергетике российской федерации росту стенды корпорации русатом небольшая такая выставка открывал президент компании магатэ организация магатэ с видеобращением обратился генеральный директор русатом а господин лихачёв слава богу настал момент вспомнили что еще в 2016 году росатом предложил концепцию зеленого квадрата то есть четыре технологии которые для выработки энергии не используются химическую реакцию горения солнце ветер вода и атомная энергетика и росатом а также лица участвующие в работе этого стенда заговорили о том что без развития атомной энергетики достижение углеродной нейтральности останется не более чем благим пожеланием потому что за счет массового строительства солнечных и ветряных электростанций можно добиться только ненадежности не стабильности работы объединенных энергетических систем голос разума прозвучал прозвучало заявление еврокомиссии по моему в эту пятницу сделано о том что еврокомиссия не имеет никаких возражений против действий тех европейских государств которые намерены развивать у себя атомную энергетику все возражения сняты это еще не признание того что атомная энергетика войдет в зеленую таксономию это как минимум снятие всех возражений против этого то есть если рассматривать историю как составную часть европейского союза в связи с чем на территории евросоюза анекдоты о горячих эстонских парнях запрещены то вот первый шаг сделал снято возражение следующее по логичности шаг это включение атомной генерации в зеленую таксономию когда еврокомиссия созреет на этот шаг в союзе гинеколог 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 германии пока не говорят но страшно потому что во первых первую позицию займет украина у нас 50 процентов зеленая генерации ну до франции вам слава богу еще далеко но у нас еще гидрогенерация есть активно развивающаяся зеленая под которую активно украинское правительство берет кредиты для того чтобы рассчитаться по зеленому тарифу так что я думаю европа будет европа будет нас поддерживать в этом в этом стремлении но во всяком случае она не будет возражать под 7 процентов годовых я думаю возражение не будет точно это я так понимаю ты сейчас начинаешь рассказывать о том как на деле выглядит государственная гарантия под зеленую генерацию не просто государственной гарантии я даже не хочу рассказывать мы об этом говорили неоднократно это просто так широкий мазок относительно того что во первых самой модели энерго рынка которая построена поликалом третьего энергопакета с попыткой привнести туда социальную составляющую то есть вот элемент который называется гарантированный покупатель который должен как раз был и балансировать финансовые вот эти вот дисбалансы перекосы высокий гарантированный государством тариф зеленой генерации и цену по которой электроэнергия отпускается населению как видим ничего не получается то есть вот заняли сейчас ну чуть меньше миллиарда там 800 860 миллионов под эти 7 7 процентов долларов по моему сейчас эти валюту скажу чтобы не ошибиться если я не ошибаюсь это в долларах было на вот но даже даже если это как бы мы сейчас не точно скажем это не самое не самое страшное и заканчивая тем что этот долг будет нарастать вот по оценкам в следующем году он вообще может подняться до двух до двух миллиардов до долларов восемьсот двадцать пять восемьсот двадцать пять миллионов долларов которые уйдут через гарантированного покупателя зеленщиком а в следующем году эта цифра может вырасти до двух которых государство будет должно зеленой генерации при том как ты понимаешь сама эта модель она была заложена вот у нас там сейчас любят там петра алексеевича обвинять видеть можно только в том что они там очень бездумно направо и налево раздавали разрешение на подключение то есть зеленая генерация при порошенко росла с семимильными шагами но заложили всю эту историю еще при янукович в 2010 году когда вот создали вот эти крупные солнечные электростанции и рассказывали о том смотрите как здорово вот мы идем как бы зеленой генерации но тогда работающая экономика и самая главная возможность экспортных доходов которые украина получала с российского рынка 20 миллиардов не импортировать хотя бы уголь 20 миллиардов долларов своя добыча угля естественно она эту ситуацию но и доля давать справедливости ради скажем что доля зеленой генерации было два процента то есть она существенно на картину не влиял естественно когда она поднялась до восьми процентов да еще при гарантированных государством тарифах мы получили абсолютно извращенную картину ну да это показать ну как бы это пример как не надо делать и к чему это может привести особенно в ситуации экономического кризиса когда там с четырнадцатого года реформируются рынки и вот все время критикуют наша вакцинация в разгар эпидемии да вот точно также реформа в разгар экономического кризиса все вас сыпется экономика а вы пытаетесь ее как бы вот такими либеральными вот очень важный либеральный вот на этом нужно сделать акцент считаете что вот мы сейчас либерализмом как бы помажем вот и она заживет не зажило стало еще хуже не но тоже опять вот начинается отопительный сезон государство выбивает кредиты под совершенно сумасшедшие проценты вместо того чтобы направлять их то чтобы ну я не знаю ну хотя бы резерв угля создать каким-то образом вынуждена рассчитываться за зеленую энергетику причем не за этот сезон а за предыдущие дар затыкаются какие-то непонятные дыры вместо того чтобы хоть как-то напрячься и решить вот главное дыру которая просто разрастается с каждым градусом падение температуры на улице крайне странное поведение и чуху придет без идет над мы с тобой идем сейчас в этот 0 и или в конспирологии или в разборку политической ситуации на украине еще делать вот тут честно говоря совершенно не хочется для меня это вот я вообще не очень политику люблю понять логику действий правительства украины то что он сейчас вытворяет вместо того чтобы сосредоточиться на том что ребята мы подошли с дырами на всех складах на газовых на угольных давайте думать об этом как хоть немножко затормозить повышение всех тарифов вместо это не до оцениваешь наше правительство мы будем топить газом сказал министр энергетики не хватит угля будем будем топить газом то есть у нас этого газу мы в молдове хотим молдове даем хотим как бы воздух шпуляем хотим электроэнергии будем из газа производить то есть приблизительно пока речь идет о миллиарде кубических метров которые генерация собирается якобы при поддержке нафтогаза не совсем понятно откуда нафтогаз возьмет этот газ дополнительный миллиард при существующей ситуации с но тем не менее вот успокоили таким образом не хватит угля дотопим газом просто боятся боятся сказать конечно можно вести переговоры с теми европейскими компаниями которые закачали газ в украинские хранилища со словами что джентльмены вам все равно кому продавать мы готовы предложить нормальную цену и выкупить ну чтоб не заниматься физическим реэкспортом и так далее но по какой цене эти европейские компании газ покупали и закачивали какую прибыль они захотят увидеть можно догадываться понятно что хорошо что не эти переговоры не начались когда цены были там полторы тысячи долларов но трейдера и соответственно ты же понимаешь им все равно что газом что памперсами торговать то есть для них в данном случае интересует сугубо финансовая составляющая сделки а вот все остальное это заботы государства не трейдера который согласно действующему законодательству выполнил все требования закачал газ украинские хранилища я просто пытаюсь себе представить где можно эти резервы найти только переговоры с теми кто европейскими компаниями которые закачали газ в украинских хранилищах вот с ними надо разговаривать о том что давайте мы предложим выгодные условия выкупим все что у вас есть и так далее это хотя бы не добавит расходов на транспортировку еще на что-то вот она уже здесь осталось просто по распределяющим сетям прогнать и слава богу какое-то количество времени можно продержаться хотя опять же вся ситуация как в европе или вернее так но украину уже можно сравнивать не побоюсь этого слова с великобританией знаешь по поводу правительства я тебя считаю слишком жестко критиков одну классическую одну классическую фразу скажу знаешь как не всем же быть инженером ну к сожалению да то есть я считаю я считаю что вот когда пятнему сезону в самом плохом состоянии если смотреть на европу как на часть света подошла великобритания и украина все остальные как-то могут там друг друга перестраховывать на две страны не входящий европейский союз не имеющие запасов великобритания которая умудрилась еще там взрывать угольные электростанции не то что их там консервировать или еще как-то так что я вот как специалист по просмотру кинофильмов у меня на одном экране великобритания на другом украинская республика я смотрю кто из них веселее будет плясать их а пока если температура упадет не ну давай все-таки британия с финансовой точки зрения это не украина вот ей далеко ей далеко до украины объективно с одной стороны с другой стороны фунтами стерлингов тяжело отапливаться на вот но тем не менее но имея деньги ты же можешь мы сейчас с тобой говорим о том что можно закупить ресурс тут проблема может возникнуть финансового порядка что даже если будут будет где взять ресурс то есть будет этот ресурс за счет чего его закупать раз и второй извини меня логистический вопрос остается открытым или в великобритании то остров в конце концов но правда остров без подземных хранилищ газа у них остров а у нас в напсовете сережа лещенко который специалист широкого профиля во всех во всех отраслях поэтому как бы он может комментировать там от громких резонансных убийств до состояния третьего энергоблока ровенская так что современные эксперты он способен в одной передаче обсуждать медный купорос и опорос это мы-то с тобой старенький уже мы так не умеем по давать оценку ситуации на донбассе вот честно я всегда стараюсь уйти какими-то общими фразами не вдаваясь в глубокий анализ когда мне задают на эфирах такие вопросы все лучше может лучше про реактор про любимый лунный трактор поэтому на самом деле и в донецке с луганском разумеется энергетика какая-то есть но если отбрасывать все эмоции туда классическая серая зона где за достоверность информации отвечает приблизительно никто можно только гадать на кофейной гуще если из луганской и из донецка не раздаются какие-то алармистские настроения значит там вопрос с отопительным сезоном каким-то волшебным образом решен все но я думаю он решать сказать ничего не можем независимость я борь тут другой вопрос тут же когда говорят постоянно то он кстати напрямую связан с энергетикой когда постоянно говорят там о реинтеграционных процессах возникает один простой вопрос что мы можем предложить жителям днр и лнр как раз вот как раз вот в том числе из там с коммунально-хозяйственной точки зрения в виде цен тарифов и вот же вопрос сравнительной базы поэтому я говорю ребят в этой части все понятно вопросов нету и да для этого существуют очень большие проблемы то есть вы не пытаетесь показать о крыме я вообще молчу крым возвращаем поэтому о крыме я просто молчу потому что ну как бы несравнимые вещи вы не пытаетесь экономически доказать что вы лучше вы пытаетесь как бы там громкими лозунгами это не работает ну я тут недавно проводил статистические подсчеты по моему украина возвращает крым в среднем на 2,8 раза в день серьезный процесс иногда идет быстрее и медленнее но на самом деле действительно если говорить о ситуациях в европе тоже есть государства где их некоторые части имеют очень широкий набор автономных прав классические случаи это дания и гренландия гренландия не выходит из состава на дании потому что дания сумела и предложить выгодные условия для совместного существования . да это непростой торг это надо и амбиции умерять и еще что-то но вот две части этого государства нашли симбиоз который позволяет быть полезными друг другу выгодным оставлять этот симбиоз но и существует но при этом никто бы не пытается вести военные действия закатывать какие-то международные скандалы и так далее то есть люди хотели найти общий язык они вы нашли даже спорить не буду потому что в данном случае но как бы желание желание поиска точек соприкосновения любая конфликтология говорит что по диалог начинается с поиска точек соприкосновения вот давайте начнем с этого я думаю что все остальные вопросы будут решены но стой или иной степени и скоростью по времени по времени их решения но тем не менее решить их абсолютно спокойно возможно ну вот как то так на 7 ноября у нас на 7 ноября да мы поговорили про красный день календаря мы поговорили о том что действительно неделя будет начинаться с ожидания тех событий которые анонсированы миллером и президентом россии закачка подземных хранилищ газпрома на территории европы будем смотреть как это повлияет на ситуацию на спотовых рынках что станет с уровнем цены будем ожидать по-прежнему решения федерального сетевого агентства о сертификации компании нордстрим 2 аг в качестве независимого оператора будем ждать будем смотреть будем ждать новостей из пенсильвании или откуда сейчас собираются поставлять уголь на украину из юар там не знаю откуда еще мест много можно в конце концов с австралией договариваться у австралии китая творился так что у них там наверняка можно о чем-то поговорить тем более что рядом не то что там какой-нибудь донбасс будем надеяться будем ждать будем ждать событий будем смотреть на то как будет выглядеть ситуация с программным заявлением господина шульца появится ли наконец коалиционный договор появится ли наконец федеральное правительство в германии от этого зависит многое так или иначе германии остаются локомотивом евросоюз и обязательно подведем итоги до новых встреч всем большое спасибо за внимание